Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, День добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И помогает нам включать «Зелёную лампу» наш гость, актёр и режиссёр Вадим Гроссман. Доброе утро, Вадим. Здравствуйте. Он очень занятой человек. Он буквально только что вышел в спектакль. Мы сейчас поговорим об этом и о многих других его проектах интересных. Поэтому не отходите от своих радиоприёмников. И хотим обратить ваше внимание, что в 16 часов каждый вторник в эфире нашего радио повтор нашей программы. И помогаем мы сегодня 14-летнему Тимоше Тимофею Акулевичу из Олайне. Уже он второй раз этот сюжет о Тимоше будет в нашей программе. У Тимофея с рождения редкое и сложное заболевание – синдром Уильямса. Мы расскажем немножко подробнее чуть позже. Это проблемы с сердцем генетические и как следствие отставания в развитии и в речи. Таких детей в Латвии всего 12. Очень нужна помощь, чтобы оплатить годовой курс терапии, который очень помогает ему, а прекращать его нельзя. И, к сожалению, вот эти вещи оплачивать должны только родители. Поэтому семья сама понятить не может. Стоимость курса годового – 5200 евро. Телефон помощи – 9300-6384. Мы можем сделать звонок за евро 42 цента и изменить таким образом судьбу мальчика, которого большинство из вас даже никогда не видели. Но, тем не менее, вот этим звонком можно повлиять на его судьбу и на улучшение его здоровья. Это совершенно точно. Ну и напоминаем, что наш гость сегодня – Вадим Гроссман, актер и режиссер. Буквально на днях, 29 апреля, прошла премьера моноспектакля «Человек из ресторана» в Рижском русском театре, где Вадим выступил в качестве режиссера и актера. Это спектакль по мотивам русской классики, что, в общем-то, очень важно. Это повесть Ивана Шмелёва «Человек из ресторана». А почему вы выбрали этот материал для себя? Ну, наверное, потому что меня так учили. Я ещё являюсь автором инсценировки этого произведения, поскольку это повесть. И она не была предназначена для театра, хотя, я знаю, уже существует три опыта театральных постановок в России, например. И достаточно большие артисты сталкивались с этим материалом. И он очень трогает и волнует. И мне показалось, что этот материал, мне так кажется, что он очень необходим. Да, и сегодня, потому что мир наш изменился, мир меняется в сторону, которая мне не нравится. И я его хочу как-то тоже поменять. И в моих силах сделать что-то для того, чтобы люди задумывались о том, что мы всё-таки люди. Я уже сказал, меня так учили, что в названии всегда скрыт смысл. Если в названии стоит слово «человек», то, наверное, это очень важно сегодня нам лишний раз задуматься, что мы все люди. Человеческое. А как приняли спектакль? Спасибо, приняли очень хорошо. И я испытываю огромное счастье, когда я нахожусь на сцене и в зале умная тишина. Умная тишина, когда я вижу глаза людей, которые откликаются на то, что задумывалось, то, что хочется сказать. И это очень важно. Вот это, значит, есть некий отклик, который говорит о том, что это лекарство, которое люди хотят принимать. – Вадим, ну вы вот на протяжении своего спектакля на сцене один. Как вам это вот удается держать внимание в зале? Это же тяжело очень. Моно такой спектакль, монолог. – Это большая ответственность прежде всего, потому что я один, но я и не один. Поскольку над созданием спектакля работал целый театр. И даже если я начну перечислять все, кто косвенно или прямо принимали участие над этим спектаклем, то это займет какое-то время. Поэтому я уже говорил спасибо, еще раз говорю спасибо всем тем, кто принимал и принимает участие во время эксплуатации спектакля, когда он идет. И поэтому, наверное, это и чувствуется, и это помогает. Это дает какие-то силы, что за тобой находится очень много людей. Даже в зале, когда я смотрю, в зале не так много людей, 10 рядов, ну у нас 50 мест, да, там 5 рядов. – Это на малой сцене. – На малой сцене, да. Но последний ряд – это люди, которые и осветители, и звукооператоры, и монтировщики, и так далее. И это целый ряд. И я понимаю, что ты не один. – Коллективная творчество. – Да. – Вадим, а вот расскажите, там такой интересный режиссерский прием. Если зайти на сайт Театра русской драмы, открыть страничку с информацией об этом спектакле «Человек в ресторане», то там перечислены все практически актеры, которые озвучивают героев, а героев там очень много. – Вы знаете, ну, я как сказал, я уже как автор инсценировки, поскольку повесть достаточно многонаселенная, ну, по персонажам, скажем так. Я выбрал, конечно же, одну линию из многих, которые там присутствуют. Это главная линия главного героя Якова Сафроныча Скороходова. Но идея моей инсценировки такова, что этот маленький человек, которого жизнь выталкивает вот с этого парохода, скажем так. И так происходит, что мы часто сталкиваемся с этим, что мы не можем найти себе места какого-то. И этот человек разговаривает иногда сам с собой. Ну, он ненормальный. Мне кажется, если каждый задумается об этом, то мы когда-нибудь, да, и разговаривали сами с собой, и задавали себе вопросы. И начинается всё с такой некой бессонницы, когда у человека болит сердце, и он вспоминает свою жизнь. И вот эти все голоса – это некие воспоминания той жизни, которая, к сожалению, уходит, и которую очень хочется сохранить. И вот этот приём мне помогли осуществить мои коллеги, за что я им безумно благодарен. И на сцене вот ещё присутствуют мои партнёры в качестве звука, что тоже сильное выразительное средство. Ну да, это же энергия тоже. Ну вот считается, эта повесть, она считается философская повесть. Там ещё много размышлений, раздумий. Вы сказали, что вы выбрали одну линию сюжетную этого героя. А вот какие представления вот этого вашего героя, вот этого человека, да, о том, что на самом деле важно и ценно? Как я уже сказал, представления очень важны в том плане, что его ценности необходимы. Что вот он человечен, он совестлив, ему стыдно за многие поступки людей. Ну, что такое ресторан? Ресторан – это наша жизнь. Мы когда идём в ресторан? Когда у нас происходят какие-то события яркие. Ну, как символичность. Когда мы празднуем или мы грустим, да, там, поминки или ещё, какие-то важные события в жизни. И на глазах этого человека проходит вся жизнь, весь срез нашей жизни. У нас сейчас тоже самое, да. Вот, и поэтому человек, он видит и наблюдает эту жизнь, и многое понимает, и многое знает. Пускай этот человек малообразованный, но прелесть этого произведения в том, что автору удалось на 100% создать архетип и образ именно вот этого человека, лакея. У него особенная речь, речь очень сложная. Она может быть не такая грамотная, как мы привыкли, да. Там очень много старых слов непонятных, и которых зритель прислушивается, вкушает, именно вот такой глагол поставлю, что и как-то с этим живёт вместе на спектакле со мной. И мне кажется, что это доказывает одно. Когда автор сам, Шмелёв, испытывал, например, ну это факт такой, голод, да, в Крыму во время гражданской войны, то его кормили именно официанты, узнав, что он автор этой книги. Это был самый его большой гонорар. Какая мощная деталь такая. Да, когда они признали в этом авторе истинного, ну такого, скажем, художника и правдолюба в этом плане. Вот интересный факт, литературный материал. Это Иван Шмелёв, это представитель, он как уже русской эмиграции, да, номинировался на Нобелевскую премию по литературе дважды в 1931-1932 году. Один раз его выдвигал знаменитый немецкий писатель Томас Манн. Как раз это был такой русский Нобелевский проект, в те годы выдвигались Бунин, Мережковский. И самые известные, вот просто для радиослушателей, самые известные его книги – это «Богомолье» и «Лето Господне». Вот «Лето Господне» очень рекомендуем обратиться, если к русской классике, почитать. И вот в начале, Вадим, вы сказали, что есть постановки, и там были заняты известные актёры. Это наш Михаил Чехов и Константин Райкин. Не только, но да, Михаил Чехов, он снимался в «Немом кино», и есть версия мнения автора, да, то есть по воспоминаниям, что это кино ему не понравилось. Но я даже понимаю, почему, потому что, ещё раз повторяю, что в этом произведении огромное значение имеет слово. А «Немой кино», к сожалению, оно лишено этого. Комикс. Да, и там как бы Протазанов, это режиссёр этого фильма, выделил одну из... Он написал свою сценировку, всё поместил это во времена Первой мировой войны. И многих героев там просто нету, да, но это и не важно. Важно, что там есть Михаил Чехов, которого мы можем наблюдать и видеть его игру. Это как некий материал, который нам помогает увидеть великого артиста. И это тоже история, которая мощная. Помимо Константина Райкина к этому материалу прибегал ещё Виктор Сухоруков, по-моему, тоже, да, играл эту роль. И, по-моему, где-то в России ещё был тоже полноценный такой спектакль. Поэтому этот материал греет, и он необходим для того, чтобы зритель с ним, ну, хотя бы даже познакомился. Потому что, к сожалению, так случилось, что о Шмелёве заговорили в 90-х годах, когда это стало возможно. Это православный автор больше, да. Вы упомянули, что это книга «Лето Господне», это вообще некий дневник православного человека, и написан он от лица ребёнка, и его впечатления от всех православных праздников. Ну да, «Лето» имеется в виду год. «Лето» имеется в виду год, да. Не «Лето» времена года, да, не «Время года», а целый год, и все церковные праздники. Как это происходило, скажем, в патриархальной православной семье? С очень трагической судьбой автор, который испытывал свою личную трагедию, да, поэтому номинировался это он за книгу «Солнце мёртвых», которая, как Томас Манн сказал, если у вас есть нервы, вы всё равно не сможете читать эту страшную книгу. И действительно её очень страшно читать, она некий документ того страшного времени, которое происходило в начале XX века, и которым нельзя забывать тоже. Вот, и мне кажется, что этот автор заслуживает того же внимания, что он стоит в ряду. Ну, и Корней Чайковский, если уж говорить о теме маленького человека, он написал, что это какая-то квинтэнсенция вообще, начиная со времён Пушкина, от станционного смотрителя, когда пошёл этот термин не от Гоголя, а от Пушкина. Вот, и заканчивается, вот, можно сказать, что человеком из ресторана. Ну, вот смотрите, мы не будем там раскрывать детали, да, просто рекомендуем всем пойти самим посмотреть этот спектакль, но немножко так, интригу, да. Скажите, вот, масса событий, которые в жизни героя происходят, и вы это показываете на сцене, да, что всё-таки, какой стержень, какие вещи, что ему помогает выстоять и вот человечность эту сохранить, о которой мы говорим сейчас, которая так нужна? Любовь. Любовь. Вот, всё есть любовь. И мне кажется, что это то, что нужно сохранять в себе до конца. Это то, что вот есть в вашей передаче. И когда мы можем помочь, и это надо, помогать. Вот это самое главное. Вот мне так кажется. Ещё, знаете, раз в неделю мы рассказываем некий сюжет, историю какой-то семьи, и каждый раз это история именно любви. Потому что семья, в которой случилась болезнь, случилась беда, она поднимается на какую-то новую ступень, переосмысливает всё, что было до того, возникает новый жизненный опыт, и это всё трансформируется вот в любовь. То есть каждый раз это история любви. И в этот раз мы помогаем Тимофею, Тимошу, мы его знаем уже несколько лет. Можно сказать, что он подшефный такой мальчик нашего проекта. А дрос уже на наших глазах, да. И в семье появилась маленькая девочка, у него сестричка, три года, то есть в семье двое детей. Алиса. Да, нужно содержать. Сейчас очень сложно, и понятно, что если такой тяжелобольной ребёнок, то мама не может полноценно никак работать и зарабатывать. Вот поэтому мы просим вашей помощи. И подробную историю, и фотографии можно прочитать на сайте Микс Ньюс ЛВ в рубрике «Зелёная лампа». Там же даны реквизиты. В фонде Be Open открыт счёт. С сегодняшнего дня к нему подключен благотворительный телефон. Всю неделю он будет работать для Тимоши. Поэтому приглашаем вас участвовать. Ну, я немножко чуть-чуть деталек можно добавлю, да, про этого мальчика, чтобы вы почувствовали. Ну, во-первых, мы пришли, пришёл он к нам на встречу с подарком. То есть он выпилил с помощью там учителей на уроке выжигания, они делают. Он выжигал пасхальное яйцо, очень красиво. Он пришёл, и первое, что сказал, вот тебе подарок. Да, потом он сказал, пригласил всех на день рождения, потом он попросил. Это мальчик, понимаете, он открытый настолько, доверчивый, открытый, а ему 14 лет. Ну, ребёнок-ребёнок ещё. И он любит весь мир просто. Вот он хочет, он говорит, передай привет всем-всем-всем, всем радиослушателям, всем, кто будет читать, всем-всем-всем. Я всех люблю. И потом он нам спел этот рэп, который он для мамы сочинил, тоже милая мамочка, обними меня. И с ним разговаривать – одно удовольствие. Единственное, что сразу вот хочу подчеркнуть, говорит, оно очень плохо, понять его тяжело, потому что у него проблемы с речью. И вот когда у него идёт терапия, когда с ним работает по специальной программе логопед, физиотерапевты, то у него всё это улучшается. И вот на наших глазах это было улучшение. Потом пандемия, и у них не было занятий. Потом мама рассказывает, что от государства по госпрограмме полагается таким деткам 10 занятий в год логопед. Это вообще ничто. И они ждут 10, ему надо 2 раза в неделю. 10 занятий в год, ну хоть что-то, да, ну и это хоть что-то надо ждать. Они ждали 2,5 года. 2,5 года они стояли в очереди, чтобы получить занятия с логопедом. Поэтому вот сейчас мы очень хотим помочь этому мальчику. У него опять начинает ухудшаться речь, он проглатывает слова, мама его переводит, но говорить он хочет, общаться он хочет. И ещё вот эта маленькая деталь такая интересная. Он с детства обожает музыку. Мы маму спрашиваем, а что он делает-то дома? Он говорит, он просто музыка, он может в 5 утра врубить музыку. И танцует. И мечтал он всегда стать диджеем. Он нам первое, что сказал, я хочу, меня будут звать диджея Тимоха. Мы говорим, почему? А чтобы всех радовать. И вот приходите ко мне на день рождения, мы будем танцевать. И вот он такой вот, и сейчас он хочет, да, спасать весь мир, какую-то радость всем приносить. И ребёнок, ну какое-то чудо, да, просто чудесное. Хотя, конечно, мама говорит, у него возраст переходной, он уже вредничает, он хочет всё сам, а сам он не может. Но вот показатель того, что эта терапия работает, и что наша помощь не впустую проходит, два года назад у него была мечта кататься на велосипеде. Но он даже равновесие плохо держал, он ходил плохо, какой велосипед. А сейчас он на нём катается. То есть вот сейчас у него есть велосипед и самокат, и он ездит прекрасно, там гоняет, ну под присмотром родителей, конечно, да. Но вот это помогает. Поэтому напоминаем, что телефон помощи 9300-6384. До 10 мая работает для Тимоши евро 42 цента звоночек. И вот Рита очень правильную деталь такую вспомнила, что мальчик не мог держать равновесие, сейчас он катается на велосипеде. И это благодаря тому лечению, которое семья не может себе позволить. Эти деньги были собраны благодаря вашей отзывчивости, вашему сочувствию. Два года назад. И вот мы сейчас говорили, Вадим, с вами о литературном материале этого вашего спектакля. Там есть очень такой важный диалог. «Без Господа не проживёшь», один герой говорит. А я ему говорю, «И без добрых людей трудно». И ответ такой, что добрые люди, они имеют внутри себя силу от Господа. То есть всё, о чём мы с вами говорим в этой программе, то во что потом трансформируются эти наши мысли, эмоции, чувства наших радиослушателей, читателей. То есть получается, что главная такая идея заключается именно в сочувствии человеку. Но это отличает нас от всех остальных живых существ на планете. Человек способен сострадать. Человек способен помогать. И вот об этом, наверное, надо помнить. Мне кажется, что вместе мы сила. Огромная, которая может сдвигать горы, делать большие дела. И об этом надо всегда помнить. Ну да, вы сказали перед этим, что главное – это любовь. То есть она в основе всего должна. Без красивых слов, а просто можно очень много ходить, молитвы возносить, делать что угодно, и не любить людей при этом. А можно просто, скажем, я всё про своё, набрать наш номер телефона 930-6384, и забыть про это. И этот звоночек полетит в помощь Тимоши, а вам будет хорошо. Просто будет хорошо на сердце. Интересная деталь. Это как раз то, что отличает человека. Сейчас недавно опубликовано, была и в социальной сети, по-моему, я прочитала, что кто-то из учёных определил критерий развития цивилизации. Значит, отсчётом считается археологическая находка, скелет, у которого перелом бедра. Потому что, когда это случилось, с ним остался кто-то рядом, сросшийся, да, кто-то рядом, кто приносил... А кто-то фиксировал. Да, приносил ему там еду, разжигал огонь в этой пещере. То есть он его не бросил. Потому что, в принципе, этот перелом, на том уровне развития цивилизации, это была смерть. И когда рядом оказался человек, который вот помог ему, чтобы срослась у него эта нога. Да, вот именно сочувствие, сочувствие. Переживание началось. Очень интересно. Вадим, ну давайте вот вспомним ваши предыдущие режиссёрские работы. Там очень ярко вы показывали, посвящали их двум женщинам. Очень разным. Это Фаина Раневская и Коко Шанель. С которой начнём. Кого вы хотите? Мы хотим про обеих поговорить. Ну, наверное, один режиссёр, который как-то сказал, что у каждого режиссёра есть своя тема. И вот, наверное, мне симпатичны люди жизнелюбы, которые любят жизнь. И так случилось. Эти спектакли по-разному возникали, рождались в разных событиях. Но их объединяет все. Ещё у нас вышел ещё один спектакль. Уже, наконец-то, в музее моды. На сцене музея моды. Это такой некий модный батл, посвящённый моде. Это Коко Шанель и Эльза Скиапарелли. Та, которая шьёт. Та, которая шьёт, да. И, ну, вот это такие три мои работы о известных личностях, которых можно назвать жизнелюбыми. Ну, а с Раневски, если мы начнём, потому что она была первой работой в этом цикле, так скажем, да, мне кажется, что для меня этот спектакль, основная тема, это некая дань благодарности. Вот у каждого человека есть люди, которые всегда с тобой остаются. Вот они могут физически уйти, но они всегда с тобой. Я не знаю, вот когда ты смотришь телевизор, как-то возникает какой-то, читаешь книги, ещё что-то, и это всё время с тобой. И это какой-то такой был гимн вот этому тому, что составляет твою суть как личности. И он такой спектакль фантасмагорический, он построен немножечко на таком приёме, что Раневская пьеса так позволяла, я её немножко переделал, что в пьесе она была посвящена Фаине Раневской, и там некая актриса, которая имеет похожее отчество и такое же имя. Мне показалось, что это автор лукавит, и я решил всё-таки сделать спектакль, ну не автобиографический, а такой как бы... Ближе посвящённый. Именно Фаине Георгиевне Раневской. А спектакль называется, напомню, «Фуфа. Два сердца». Да, это наше название моё, да. То есть сама пьеса называется «Два сердца», а Раневская именно «Фуфа», поскольку мы не делаем точную копию, ну там не существует сама Фаина Георгиевна, это и бесполезно, и чтобы быть... Это не программа точь-в-точь, да, скажем так, чтобы там и Ира Павловна Егорова, исполнительница роли Фаина Георгиевны, у неё нет такой задачи. Мы брали некую суть персонажа и историю одиночества, что такие люди, которые достаточно мощны, да, то есть они заканчивают одиноко, к сожалению, вот так. И это некий такой, ещё раз повторяю, такой спектакль, была благодарность за то, что такие люди делают тебя лучше. Знаете, мне вот в этом спектакле, в этом образе очень важна ещё такая деталь, что это полное отсутствие пафоса, вот такого человека, у которого он настолько не был, вот любовь есть, а пафоса нисколько нет, да. Всё, что делала Фаина Раневская, оно очень живое, очень естественное. Кого-то может там даже покоробить что-то, и всё, но это живой человек. И у неё, вот у вас тоже прозвучало, что главное что, сострадание и доброта. В итоге она пришла, да, к этому всей своей жизни. И одной из её цитат, она, когда её там спрашивают, есть интервью записанное, вживую её, её спрашивают, и она там говорит, а для меня самое главное, это доброта. Доброта даже больше, чем талант. Вот. И в человеке. И поэтому она безумно может там вот отдать всё. И как бы... И так вот... Причём, почему я говорю, что у меня тоже есть, вот, например, однокурсник моей супруги... А супруга у нас актриса Наталья Львова, да. Она... Он... Когда закончил, например, театральный институт, ему пришла такая безумная идея, что его кто-то должен благословить на творческий путь. И он... Это описывает в своих книжках, и он решил, что это должна быть Фаина Георгиевна Раневская, поехал к ней на квартиру, позвонил в дверь, и она открывает дверь, и он выпаливает одну фразу. «Не годите меня, пожалуйста! Вы мой бог!» Вот. Пауза, и она говорит, «Заходите, негодный мальчишка! Вы напомнили мне себя, меня, то есть, когда я пришла так же, к Ахматовой!» Вот. И какие-то такие вещи, которые вот оставляют у тебя, ну, вот, навсегда какую-то теплоту и добростью, тепло, вот. Следующий спектакль, это был спектакль «Коко Шанель». «Шанель номер один». Идея родилась под эгидой вот этого музея моды, который у нас... Эксклюзивный музей, вообще в Европе он единственный, хоть он и частный, но это уникальный музей, который обязательно нужно посещать. В Старой Риге у нас, если кто не был, я просто рекомендую. Вот. «Площадь до стрелков». И так родилась идея, что специально была написана пьеса, и у меня замечательная команда, мы создали спектакль, и когда заказчик посмотрел, он сказал, что он не вписывается в малую сцену, маленькое пространство, музей моды. И тогда... Это полноценный спектакль получился, театральная постановка. Там надеялись, что это будет некая такая... Камерная. Камерная лекция, скажем так, театральная, тем не менее. А получился полноценный спектакль. Мастеру надо развернуться. И спектакль идёт на малой сцене нашего театра, Рижского русского театра имени Михаила Чехова. И как финал, всё-таки у меня был долг, и всё-таки перед музеем моды у нас всё-таки родился спектакль, который вот того формата, который хотелось бы. И Наталья Щеглова играет этот спектакль. Это некая дуэль между двумя замечательными специалистами моды и Коко Шанель или Эльзы Скиапарелли. Вообще, я никогда не думал, что я буду заниматься этой темой. Я здесь совершенно ничего не понимаю. Не по моде, да? Но я вдруг поймал себя на мысли, что мода, она помогает жить. Это хорошее настроение, ты хорошо выглядишь. она делает красоту. Это то, что так необходимо нам всем, и поэтому в этой жизни. Она делает нас ярче, интереснее, волшебнее. Я не знаю, я могу продолжать этот список эпитетов, но вот мне так кажется, что это очень важно. Мода – это же история. Конечно. То есть через мода мы видим историю вообще не только нашей страны. что развивают как личность. И это интересное путешествие, я бы назвал так. Вот в это погружаться. Это не просто… Потому что театр, он не только развлекает, он еще и, ну мне так кажется, образовывает и лечит душу. Обязательно. Вадим, вот по поводу образования. Вы и педагог, у вас есть театральная студия. Да. Плюс очень интересный проект, образовательный, вы ведете на Латвийском радио для детей и для подростков. А у меня вот такой вопрос. Вы играли в детских спектаклях, то есть в вашей творческой биографии был и «Христиан в голом короле», и «Конек-горбунок» в «Коньке-горбунке», и даже в «Аленьком цветочке» «Баба-яга». Да? И у вас есть у самого любимая сказка? И вам как режиссера вот что было бы интересно, скажем, вот поставить? Вы знаете, ну, сказок очень много. Сказка, она уже, это такой жанр, который дает... Вложь давней намеку. Да, возможность свободы, некой творческой свободы, в которую ребенок очень кликается. Вообще, ребенок, дети, это такой достаточно сложный зритель. Наверное, потому так мало детских спектаклей. Я вам объясню, почему. Взрослый, он простит. Не те декорации, не те костюмы, еще что-то. Это условно. Это да. И он как бы, ну, примет правила игры. Ребенок нет. Ребеноку нужно сразу все, и если он принимает, он такой благодарный зритель, он так откликается на каждый творческий акт. И мне кажется, что это такая школа для актера, для вообще художников, которые могут покорить такого зрителя, они могут покорить всех. Вот скажем так. Вот. А потом, это очень важная такая миссия, если можно так выразиться. Потому что, когда раз приходит человек в театр, и если он сталкивается с каким-то некачественным продуктом, это может повлиять на него как на личность в дальнейшем. И вот это очень важный такой аспект театрального искусства. А вот ваша программа «Внеклассное чтение», которую вы ведете на радио, расскажите, что за книги вы там берете, как вы их выбираете, почему это важно? И заодно, знаете, такой тогда вопрос на злобу дня, то, что сейчас происходит, скажем, с вытеснением запрет на культуру. Мы знаем, памятник Пушкину снесли, где-то запретили музыку Чайковского. И все-таки русская классика, русская культура оказывается сейчас под каким-то, может оказаться даже под каким-то давлением, под запретом. Вот ваше мнение и отношение к этому? Конечно, негативное. В плане того, что кто запрещает, ну, и кто что-то делает, и не хочу давать оценку, у них есть какие-то на это причины. Я только хочу еще лишний раз сказать, что давайте задумаемся над тем, что разрушить очень легко, построить очень трудно. И мне кажется, тех, кого вы сейчас перечислили, и Пушкина, и Чайковского, это же ты сам. Ты, ты сам, ты разрушаешь сам себя. Невольно. Просто подумайте об этом. Об этом подумайте. И когда я слышу, что Александра Сергеевича Пушкина, ну, вот лично я знаю, так благодарен пушкинскому обществу, я горжусь, что я рижанин, у нас есть памятник Пушкина. И когда я слышу там, а Пушкин никогда не был в Латвии. Пушкин не был в Латвии, но он тесно связан с Латвией, хотя бы потому, что здесь жила Анна Керн, и ей есть памятник, который стоит рядом с памятником, рядом с храмом, с храмом, да, который находится в 500 метрах от памятника и так далее. Ну, например, великие столицы мира гордятся, что есть памятник Пушкина, в Риме есть памятник Пушкина, он там никогда не был, но только потому, что там был Гоголь, например, уже можно поставить памятник Пушкина в парке, в Центральном, он стоит, и ни один итальянец не задумывается, что он здесь делает, и так далее. Ну, а Райнис, как писал о Пушкине, да, то есть это вообще возьмите, перечитайте Райнис. и переводы Пушкина, и так далее, это же все взаимосвязано, это только обогащает, и это не сделает того, ну, вы не достигнете той цели, ради которой вы это делаете, вы только усугубите и ухудшите все, это вот мое мнение, поэтому, мне так кажется, больше я не могу ничего сказать, И тогда напомним, что это Латвийское государственное радио ЛР4, внеклассное чтение по субботам, это для более взрослых, да, и по воскресеньям в 5 часов вечера для маленьких в гостях у книжки. Да, так получается, что вы задали мне вопрос, я отвечу на него, какие мы сказки выбираем, а те, которые волнуют меня, и те, которые волновали меня в детстве, и те, которые, на мой взгляд, будут иметь отклик у многих детей. Судя по тем рейтингам, которые существуют, ну, мне кажется, это так и есть, поскольку, я не скажу, что дети не читают книжки, это неправда, да, то есть, когда взрослые кричат, что вот, современное поколение, оно ничего не хочет, не читает, и так далее, не читают, просто они читают, мне кажется, не совсем то, и лишают себя, ну, вот, я всегда своим ученикам всегда говорю, не стыдно чего-то не знать, стыдно не хотеть знать, это другой процесс, и мне кажется, что ты себя лишаешь какой-то яркой, интереснейшей встречи, какого-то вкуснейшего продукта, который тебя, тебя сделает счастливым, и мне кажется, что, когда я задаю вопрос, а человек, например, не читал «Снежную королеву», у меня возникает такое, некое неудоумение, да, вот, или там, какие-то другие сказки, это не значит, что он менее образован, чем я, он что-то умеет другое, и так далее, а когда взрослые так говорят, я всегда хочу обратить внимание, но в этом виноваты же вы, потому что, если у нас такие дети, значит, мы что-то делаем не так, может быть, мы не читаем, и они не, хотя бы не передразнивают нас, потому что одно из воспитательных моментов, мне кажется, что это копирование своих родителей, или там, каких-то авторитетов, и так далее, вот, наверное, чем надо задуматься. Наша программа, тем временем, подошла к концу очень быстро, да, напоминаем, что гость сегодняшней программы помогал нам включать зеленую лампу, Вадим Гроссман, актер и режиссер, очень много интересных вещей рассказал, и новый спектакль, на который вы можете сходить в наш Рижский театр драмы имени Михаила Чехова, посмотреть этот спектакль, называется... Человек из ресторана, который ставил Вадим Гроссман, он там играет, это моноспектакль, это стоит того, чтобы вы посетили театр еще раз, лишний раз. Программа «Зеленая лампа» была посвящена 14-летнему Тимошу Акулевичу, чтобы помочь ему, у мальчика редкое заболевание, чтобы помочь ему справиться с болезнью, и наладить его здоровье каким-то образом. Годовой курс терапии стоит 5200 евро. Телефон помощи 9300-6384, евро 42 цента за звонок. Вели программу «Ольга». И мы должны сказать об итогах. На прошлой неделе мы просили помощи для очень тяжело больного мальчика Артис Круменьш из Добельского района, из поселка Анной Неки, и было собрано 16750 евро, и сделано 2269 звонков на наш благотворительный телефон. И это даже больше, чем заявленная сумма. Подробные итоги опубликованы у нас отчет на сайте MixNews.lv в нашей рубрике. И все денежки, которые поступили сверхзаявленные суммы, пойдут на оплату дополнительных консультаций со специалистами, и ребенок сможет получить более длительный курс лечения и реабилитации. Спасибо всем огромное. Большое всем спасибо за вашу отзывчивость. Большое спасибо Вадиму Гроссману за поддержку проекта «Зеленая лампа». Спасибо всем, кто помогает. И я надеюсь, что помогать не перестанут. Спасибо огромное. До скорой встречи через неделю. И в 16 часов повтор программы.